Всем огромный привет! Начинаем новый влог. Я сейчас собираюсь снимать видео с заказом в Юти Депо. Наверное, вы уже это видео посмотрели, влог этот выйдет позднее. Сегодня еще занималась организацией своей парфюмерии, немного поменяла место расположения ее. Точнее, часть отделила мне теперь здесь в комнате, часть в другой комнате, как и прежде у меня. Когда хранилась парфюмерия в шкафу, я вам показывала именно в видео организации хранения, там у меня в том шкафу была парфюмерия. Немного, в общем, переорганизовала, потому что к вам сейчас идут еще новые парфюмы, и их становится больше, места не хватает, ну и в принципе не очень удобно было. И сейчас, кстати, еще взяла телефон в руки, думаю, дай я почитаю комментарии, потому что в последнее время я прям не успеваю отвечать на все комментарии. Девочки, если я долго не отвечаю на ваши комментарии, не обижайтесь, пожалуйста, я на все комментарии отвечаю, но по мере возможности. Потому что просто очень сложно сразу ответить на все комментарии, но тем не менее я на все комментарии отвечаю, только вот с небольшой такой задержкой. И мне такой комментарий интересный прилетел. Мне написали под влогом, кому интересно, чем вы занимались целый день, как бы зачем нам эта информация, больше конкретики, готовьтесь своим прямым эфиром. Там, вплоть до того, что я должна следить за каждым своим словом, но как бы это влог. И вообще, в принципе, даже в постановочных роликах я не собираюсь следить за каждым своим словом. Вы не на государственном телеканале, а на странице личной. Это мой личный канал. Я как хочу, так и говорю. На каком я хочу языке, на таком и говорю. В общем, так, как мне нравится. И люди, которым со мной по пути, которым нравится моя подача, которым вообще нравлюсь я как личность, в первую очередь, они остаются со мной. Те, кому это неинтересно, кого раздражает, как я говорю, что я что-то не так говорю, то просто проходите мимо. Не тратьте, пожалуйста, своё время для написания этих комментариев. И не тратьте моё драгоценное время, чтобы я читала вот это лишний раз, там как-то заморачивалась. Я, понятно, что ведение канала, правда, вырабатывает такую своего рода защиту какую-то к окружающей среде. И вообще ты перестаёшь реагировать на какие-то комментарии. Но, тем не менее, понятно, все мы живые люди, какие-то комментарии, конечно, обижают, цепляют. Но, как бы ты стараешься просто перешагнуть и пойти дальше. И порой просто мне жалко своему времени, когда я читаю даже эти комментарии, то есть я трачу своё время на это. Мне это не очень приятно. Думаю, вы меня поняли. Но это, конечно, посвящается всё маленькой части моих зрителей. В основном у меня адекватные, хорошие зрители, которых я очень люблю. Спасибо вам огромное. Действительно, все девочки очень хорошие, добрые. Но иногда встречаются вот такие люди. Не без этого. В общем, покажу вам сегодня примерно, как я тут организовываю всё. А я сейчас пошла снимать видео. И скоро к вам вернусь. Совсем скоро. Так, девчонки, про что я вам говорила. Что здесь переорганизовала всё. У меня вот в этих вот таких узеньких полочках верхних вот здесь пробнички все. И я заметила то, что когда я сюда это всё переложила, мне это стало как-то сподручнее. И мне больше хочется знакомиться с новыми ароматами. То есть у меня есть какие-то пробники, с которыми я познакомилась. Там раз-два нанесла, но я не разносила этот аромат. А сейчас прям всё под рукой. И хочется прям подойти, послушать какой-то аромат. Поэтому прям рада, что я так всё сюда разместила. И теперь, что касается ароматов. У меня вот в верхней полке здесь стоят ароматы, которыми я пользуюсь сейчас чаще всего. Вот здесь много всего. И часть у меня осталась в другой полке. Например, Шанель у меня все в другом. Шкафчики хранятся отдельно. И также у меня вот здесь вот. Здесь у меня тёрки от Леванта. И также ещё нижние две полки. Кстати, девчонки, у меня просили снять видео с всей своей коллекции, показать. Я, в принципе, не так давно снимала это видео. Я вам ссылочку оставлю под этим влогом. Можете посмотреть. Да, понятно, что у меня многое уже изменилось в коллекции. И вот я не знаю, стоит ли не снимать повторное такое видео. Потому что, во-первых, у меня ароматы хранятся в разных местах. Может быть, я как-то сюда всё принесу, посмотрю. В общем, напишите. Интересно вам будет. Нет такое видео, что касается новой моей коллекции. Как обновлённой коллекции. Здесь вот у меня от Левантики все. Кстати, вот эти вот ароматы, которые я вам показывала, мне нравятся. И, кстати, я прям серьёзно так задумываюсь над покупкой аромата от Эвсен Лоран Мон Париж. Мне что-то прям захотелось его приобрести. Конечно, чуть-чуть... Возможно, он отличается. Вот этот, я имею в виду, сам аромат. Но, в принципе, как у каждого бренда, есть ли какие-то нотки. Вот так, в общем-то, очень хорошие. Кстати, девочка написала, что она заказала ароматы от этого бренда. И ей показалось, что всё-таки аромат Black Opium немного отличается от оригинального. Но сказала, что очень приятно. Мне прям стало очень интересно. Думаю, тоже себе заказать. Просто, может быть, он действительно будет даже интереснее, чем оригинальный Black Opium. В общем, вот такая вот у меня есть организация и хранение. Значит, что-то у меня прям тянется рука. Сейчас вот этот мой аромат от Moschino нравится. Он мне такой лёгенький, приятный. Кстати, я всё-таки заказала аромат Chip and Cheek Petals, по-моему, называется. Такой красненький. Ну вот, не знаю, как мне теперь придёт заказ. Идеи в середине, в следующей неделе они должны отправить заказ. Но, как я поняла, почта у нас не будет работать до третьего включительно. Но вот не знаю, как я буду получать свою посылку, как они отправят. Сейчас, наверное, у всех такая загвоздка. Непонятно, что и как будет отправляться. Ну, в общем, будем надеяться, что всё наладится. И посылку я всё-таки получу. В общем, кстати, вот мой Burberry to State. Очень стойкий, конечно, аромат. Прям невероятно стойкий. Один пшит, и всё, будете благоухать очень-очень долго. Особенно вещи пока не постираете. До стирки будут следующие не пахнуть. Вот ещё наши такие обновочки. Крёстные ей прислала подарки. Вот такие кроссовочки красивые. Они ещё и мигают. Красота. Такой вот бомбер красивейший. Вот такой вот платьюшко. У нас обновочки. Прям красота. Да, очень стильная будет. Да, хочется уже, чтобы снег растаял. Уже стало везде сухо. Чтобы вся ситуация нормализовалась. Чтобы можно было гулять. В общем, думаю, меня сейчас все поймут. Но пока сидим дома. Надеемся, скоро всё наладится. Девчоночки, смотрите, какую красоту я сегодня получила. Это парфюмерия, которую мне прислала бренд Серджио Нейро. Вот таким вот образом выглядит вся эта красота. Вот эта вот линейка. Такая, как я поняла, молодёжная. Вот это Mojito Love. Такой выглядит аромат. 30 мл. Здесь также вот такой маск секси. И здесь вот такой вот ванила Дарлинг. Далее вот такой вот аромат Париж Love. Какая вот красота. Здесь уже объём 100 мл. Вот такой вот аромат Valencia White. Это, кстати, довольно-таки популярный аромат. Это уже он такой более обновлённый, более современный. Но у них есть и предыдущие версии, с которыми, я думаю, знакомы многие. Конечно, флакон такой очень интересный. Объём 50 мл. Прямо такое произведение искусства. В общем, буду знакомиться с этими ароматами. Потом поделюсь с вами впечатлением. Отдельное видео сниму с мнением. Я так пока некоторые ароматы послушала. Мне, кстати, вот этот очень понравился. Такой интересненький аромат. И также, в принципе, все они довольно-таки приятные, интересные. Буду носить их, разнашивать. Как они по стойкости будут. Как общение себя проявят в носке. И потом, конечно, поделюсь с вами. Хорошая погода. Я сейчас иду в магазин, в Робальбум. А зачем, я вам уже потом расскажу. Чуть позже. Ну и там, если будет возможность, поснимаю. Смотрю краску. Спасибо, Милан. Пойдем. Пойдем. Так, девочки, вы, наверное, уже догадались. Я решила покраситься. Я, наверное, уже на протяжении года даже больше отращивала свой натуральный цвет. Потом я обесцветила кончики. Но что-то как-то мне не очень все это нравилось. Я, в принципе, давно шла к тому, чтобы отрастить свой натуральный цвет. Но когда я его отрастила, поняла, что это не совсем то, что я хочу. И поэтому решила вот такой вот оттенок взять. Мне понравилось, как он смотрится. Вот я именно смотрела фотографии, видео девчонок, которые красили с этой краской. Мне понравилось, как смотрится. Хочу попробовать закрасить. Я просто не буду в несколько раз наносить краску. Я имею в виду, что один раз я покрашусь. И буду немного подсмывать ее, чтобы оттенок был не сильно темный. Но хоть, чтобы он такой именно холодный был. Чтобы не было излишней такой прям рыжины. Поэтому взяла вот такой цвет темный шатен. В общем, буду красить и покажу вам, что у меня получится, какой результат. Итак, девочки, вот что у меня получилось. Вот такой вот цвет. Так вот. В принципе, освещение вот от окна, я думаю, наверное, должно передавать все, как есть. Вроде цвет похож. Я вижу, как на камере. Вот так вот выглядит на коробочке оттенок. В принципе, он похож. Освечиваю чуть. В общем, мне, в принципе, нравится. Мне нравится, что он темный, но такой какой-то натуральный. То есть, он похож на такой натуральный цвет. В общем, мне нравится. То, что я, в принципе, и хотела. Конечно, он еще будет вымываться. И за счет этого будет посветлее. Но, в принципе, я довольна. Пишите в комментариях, как вам. Идет мне такой цвет? Не идет. Будет очень интересно это почитать. Но я, в принципе, довольна, как все выглядит. Потому что что-то мне понадобило уже этот светлый цвет. И непонятный такой переход. Поэтому я решила походить такой однотонный. Чтобы цвет был довольно-таки естественный и красивый. Ну, мне нравится. Я осталась довольна. На этом буду уже заканчивать данное видео. Огромное вам спасибо за внимание. Встретимся с вами совсем-совсем скоро. Всем прекрасного настроения. Всего самого замечательного. Всем пока-пока.